У каждого из нас есть физиологические потребности. Основные из них — пища, вода, воздух. Равноценен им и сон — состояние, во время которого взаимодействие организма с внешним миром затормаживается, а осознаваемая психическая деятельность частично прекращается. Полноценное правильное погружение в сон способствует разгрузке психики, повышению нашей работоспособности и концентрации. Учитывая, что треть своей жизни человек проводит во сне, важно знать, что это за физиологическое состояние и как с ним совладать. Сон, наверное, с биологической точки зрения — это полное восстановление всех функций организма, потому что во сне идет перестройка, причем не только перестройка в рамках когнитивных функций, то, что творится у нас в головном мозге, а это перестройка везде, то есть как чистка такая, чистка организма. Чтобы получить максимум пользы от ночного отдыха, необходимо понимать особенности стадий сна. Всего выделяют четыре основных этапа — засыпание, легкий сон, глубокий и быстрый. Все эти стадии составляют так называемый полный цикл сна, который длится примерно 90 минут. В среднем взрослому человеку нужно пять полных циклов, чтобы отдохнуть и выспаться, а это соответствует 7-8 часам в сутки. Но самое важное — все равно это находиться в темноте, чтобы погрузился в сон организм, чтобы, так сказать, вырабатывался мелатонин. И вот этот мелатонин как раз выстраивал все процессы восстановления. Думали, что мелатонин — это просто гормон сна, и не понимали, как же он действует. Вы знаете, это удивительно. Это очень небольшая молекула, ну, то есть для биологии, для медицины. Но удивительные свойства у нее. Первое и самое важное свойство — мелатонин — это самый главный антиоксидант. Наиболее значимой стадией является глубокий сон. Именно в эту фазу наш мозг отдыхает. Восстанавливаются нервные клетки, нейроны. В детстве и молодом возрасте он составляет от 15 до 25% от всего времени. У пожилых людей он сокращается до нескольких процентов и может даже упасть до нуля. Глубокий сон имеет решающее значение для нашей способности учиться и запоминать. Он влияет на усвоение того, что было изучено накануне, на нашу способность работать с информацией на следующий день. Поэтому недостаточное погружение или уменьшение его количества может привести к краткосрочным и долгосрочным проблемам со здоровьем. Значит, наша с вами задача вообще, чтобы у нас вырабатывался мелатонин. Этот мелатонин может вырабатываться только в темноте. А в темноте и когда мы спим. Соответственно, если мы спим, вовремя ложимся, если мы, когда светло, вовремя встаем, сон должен быть не меньше 8 часов в сутки. Вот это основные правила, которые надо соблюдать. И будьте здоровы. Наш организм приспособлен к жизни на Земле и имеет собственные биологические часы, циркадные ритмы. Ученые применяют это слово, когда рассказывают о циклических колебаниях активности внутренних процессов в организме людей, связанных со сменой дня и ночи. Циркадные ритмы отвечают за регуляцию периодов сна и бодрствования. Поэтому важно отслеживать их и предотвращать возможные нарушения, которые негативно скажутся на организме. Чаще всего восприятие организмом чередование светлого и темного времени суток сбивается из-за длительной вечерней активности, освещения в темное время суток, перелетов с быстрой смены часовых поясов. Предотвращение резких изменений в образе жизни и факторов, негативно влияющих на циркадные ритмы, будут способствовать здоровому полноценному сну, во время которого организм будет отдыхать и восстанавливаться. Циркадные часы, главные которые супрахиазматическое ядро, они подстраиваются день-ночь, они подстраиваются светом. Но супрахиазматическое ядро своими сигналами дает клеткам. У каждой клетки нашего организма есть внутренние часы, причем это четыре гена, за которые Нобелевскую премию дождали. По сей день многие спорят о том, сколько нужно спать, чтобы выспаться, и чаще всего версии расходятся. Но идеальной продолжительности сна не существует, кому-то достаточно всего пять часов, а кому-то едва хватит девяти. Эта разница определяется нашей генетикой и окружающей средой. Для полноценного здорового сна сомнологи советуют спать в темноте, создав легкую прокладу в комнате. Также желательно убрать отвлекающие звуки и пытаться следовать более-менее стабильному режиму. Все это поможет улучшить качество физиологического процесса. Анна Романова, Кристина Отекина, Николай Осуховский, Универ Новости.